Здравствуйте, я ведущий Кванхи, а я ведущий Ынхёк. Да, детектив Ынхёк. Что такое? Слышал, произошло громкое дело. У людей по всему миру крадут сердечки. Офицер Кванхи. Ты узнал об этом только сейчас? Знаешь номер дела? Да, конечно. Номер дела? 143. Без понятия, что это значит. Как ты можешь не знать? Это секретный номер. Который создали похитители сердечек. Где же те негодяи? Из дела 143. Там стоят. А вот они где, понятно. Позовем их? Да. Обезоруживают и крадут сердца фанатов по всему миру. Стрейкитс! Стрейкитс, вперед! Вот они! Вот эти негодяи. Здравствуйте. Давайте представимся. Раз, два. Здравствуйте. Мы Стрейкитс. Во-первых, Стрейкитс, что вы себе позволяете? Что такое? Украли сердечки у фанатов. Возьмите ответственность. Что будете делать? Наконец-то мы их поймали. Уверен, сейчас сердце одного из них бьется особенно быстро. Что? Я так не думаю. Закроем сегодня это дело. Да, оно открыто уже очень давно. О, дело о прессухе Чанбина. В профайле он написал, что потерял свой пресс. Но Феликс сказал, что хочет мускулистое тело, как у Чанбина. Секси тело. Возможно, у Чанбина есть пресс. Да. Да. Мы должны проверить, сдержал ли Чанбин свое обещание. Сможет ли выиграть говядинку? Он обещал, что если не сдержит слова, то купит всему ставку кофе. Точно. Надо было увеличить лимит на кредит. Чанбин всегда занижает ожидания, прежде чем что-нибудь сделать. У него может быть пресс. Да, он нас удивит. Верно. Все не так, я много кушал. Ты только ел? Не может быть. Его пресс наполнен едой. Пресс из еды. Давайте я проверю. Пресс у него там или животик? Один кубик. Хён, моя жизнь его засосала. Итак, наш Чанбин купит кофе для стаффа. Боже, ты оплатишь? Чанбин купит. Он уже здесь. Правда? Серьезно? Ты заказал? Спасибо, он купил нам кофе. Чанбин, я заказал кучу кофе. Боже, Чанбин такой щедрый. Я же пообещал. Чанбин! Ты такой крутой. Офигенный. Поаплодируйте ему. Спасибо, мы с радостью его выпьем. Спасибо. Сослаждайтесь. Поговорим об их новой песне. Ах да, послушаем о Стрэй Кидз. Восслабили чарты в Корее и за рубежом. Новая песня Стрэй Кидз продолжает свой путь к вершине. Расскажите нам о песне. Мы вернулись с мини-альбомом Максидент. Мы хотели показать свою интерпретацию любви. У тебя взгляд изменился. Подождите. Что это за взгляд? Что это? Стойте, стойте. Его взгляд не должен быть таким. Я хотел увидеть влюбленный взгляд Стрэй Кидз. Я так не умею. Он смешной. Да, да, да. Хочу быстрее увидеть интерпретацию любви от Стрэй Кидз. Вас притянет к ним магнитом. Превратили всех фанатов в узников любви. Посмотрим на их выступление. Поехали. Стрэй Кидз. Продолжение следует... 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 Как я смею, я изменюсь. Он милашка, такой послушный, да. Позвольте мне представить второе место. Второе место. Второе место? Банчан. Правда? Почему? Это сюрприз. Почему? Он редко делает селфи, поэтому они такие редкие. А, это его ошибка. Это ужасно. Он забывает сделать его, даже когда выглядит на все сто. Он сводит меня с ума тем, что не делает селфи. Хорошо, я бы хотела, чтобы он сейчас сделал селфи. Ради стей. Мы заставим Банчана, который редко делает селфи, сделать 4 лучших фото. 4, правда? Да. Начнем. Раз, два, три. Мы сделали это, хорошо вышло. А вот и первое место, которое мы так долго ждали. Интересно, кто это? Разве это не полный сюрприз? Это настоящий сюрприз, я так удивлен. Хёнджин, это Феликс? Хёнджин, как думаешь, кто это? Думаю, это Лино. Почему? Потому что он сильно раздражает стей. А, это правда. Так ты думаешь, что стей посчитают, что это Лино? Ты прав. Правда? Ты был прав. Я знал, что так будет. Лино на первом месте. Хёнджин, молодец. Они написали одну причину. Что там? Он сильно подшучивает над нами в бабл. И раздражает, когда он выключает стрим. Без предупреждения. Боже. Правда? Как ты мог так поступить? Ты внезапно отключился во время стрима? Да. Я просто включал его, а когда мне надо было идти, то выключал. Я помню, что он однажды сказал стей. Расскажи-то. Большинство наших видео, например, тизеры, выкладываются ночью. Бабл, он сказал стей. Фанаты не знали, что будет выложено видео. Так Лино написал. Сегодня будет кое-что грандиозное. Они обнадежились и ровно в полночь... Уже понедельник. Это так злобно! Я его понимаю, потому что сам такой. Хён, вы же понимаете, я просто так написал. Не делай так! Это демонстрация привязанности, точно! Стей тоже считает, что это мило. Не поймите неправильно, я сделал это из привязанности. С веселого понедельника. Хороших выходных. Просто хорошо живите. Что? То, что он сказал в конце, довольно раздражает. Просто хорошо живите. Кроме того, он сказал хороших выходных в понедельник. Ещё куча дней до выходных. Что насчёт остальных рабочих дней? Он сказал всё, что пришло ему в голову. Но трудно его ненавидеть за это, верно. Всё дело в привязанности, точно. Стоит, неситесь к этому как к проявлению привязанности. Хорошо. Давайте взглянем на места остальных. На каких местах остальные? Хорошо, я скажу вам четвёртое место. Причина просто потрясающая. Это Хён Джин. Я скажу вам, почему он был таким раздражающим. Это потому что... Потому что он слишком красив. Он такой красивый, что от этого мне грустно. Он сводит меня с ума. Это правда. Я это признаю. Ты не можешь этого отрицать. Мне любопытно, огорчила ли кого-нибудь из вас красота Хён Джина. Просто бесит. Ну, Чан Бинг, вам обязательно было садить нас рядом. Эй, не мешай, когда камера направлена на меня. Он слишком милый. Разве он не милашка? Что ж, мы узнали, что выбор Стэй у участников отличается. Думаю, это отличается от мнения Стэй. Сто процентов выбрали немного по-другому. Точно. Давайте перейдем к следующей теме. Кто с наименьшей вероятностью будет сдерживаться, когда это произойдет? В этот раз вы услышите рейтинг фанатов, прежде чем угадаете тему. Чтобы помочь вам с угадыванием, сначала я оглашу седьмое и восьмое место. На седьмом месте у нас Айен. Что? Чан Бин на восьмом. Меньше всего будет делать что? Возможно, сопротивляться голоду. Ну, Айен на седьмом месте. Айен второй с контакта лучше всего управляется с голодом. Ты можешь подавить голод? Я в этом хорош. Он хорош в этом. Тогда о чем это может быть? Что еще это может быть? Мы все жизнерадостные, пока не холодные. Чан Бин в этом плане хуже всех. Думайте еще, у меня проблемы, потому что сам я думать не могу. Если Чан Бин восьмой, то наверняка проеду. Может, тренировка? Но в этом ты тоже хорошо себя контролируешь. Точно. Звучит отлично. Давайте посмотрим, было ли что-нибудь несказанного верно. Давайте раскроем тему. Кто самый терпеливый участник, когда видит несправедливость? А, это правда. Тогда это значит, он не будет терпеть? Айен тоже. Тоже относится и к Айену. Они правы, теперь они выглядят посчастливее. Вы очень справедливы. Серьезно. Посмотрите на Чан Бина. Я же сказал вам побольше поразмыслить. Я счастлив от этого. Я знал, что это был вопрос. Ты сказал, что не можешь ни о чем думать. Будет не смешно, если я скажу ответ. Участники вообще не смогли угадать. Айен выглядит особенно гордым. Как думаешь, тебе было бы трудно сдерживаться при виде несправедливости, если я не проигрываю, когда ввязываюсь в драке? О, Айен звучал так мужественно. Он Макнена в то же время самый сильный. Милашка. Мила. А теперь давайте попросим участников проголосовать. Хорошо, давайте узнаем, как проголосуют участники. Выберите участника, который, по вашему мнению, скорее всего будет сдерживаться. Хорошо, начинайте. Раз, два, три. Феликс на первом месте с четырьмя голосами. Фанаты написали разные вещи. Давайте прочитаем их. Звучит здорово. Как я уже говорил, Чан Бин на восьмом месте, а Айен на седьмом. Третье место. Третье место. Согласно голосованию участников, Лино и Айен заняли третье место. У каждого по голосу. Может, кто-то из них на третьем месте? Итак, третье место. Лино. Одинаково? Точно. Какая причина? В мире стрейкид с причиной почти всей несправедливости является Ли-Ли-Но. Он ее порождает. Лино. Порождает всю несправедливость. Он злой. Иди сюда, Лино. Он плохой парень. Так же. Это неожиданно. Когда он видит несправедливость, он сохранит спокойствие и скажет. И такое бывает. И оставит все как есть. Это точно. Он всегда очень спокойный. Даже если кто-нибудь перелезет через забор, он скажет, почему бы нет. Должно быть, он забыл ключи. Думаю, он забыл ключи. Точно. Насколько обычно он спокоен? Фраза «такое может случиться» отлично описывает его. Он не то чтобы спокойный, просто ленивый. Точно. Мне теперь любопытно скажем, вы вместе заказали еду. Но вам доставили что-то не то. Чан Бин бы с этим не стал мириться. Дело в еде, да? О, подождите. Он бы расстроился. Ресторан? Позвольте мне сначала извиниться перед Чан Бином. Попей водички. Мы прямо сейчас поменяем. Попей, чтобы успокоиться. Что насчет тебя, Лино? Если это не насекомое или что-то в этом роде, я бы просто съел. Даже если ты заказывал другое блюдо, я бы просто съел. Принесли бы Чан Бин вместо джампона. Очень утомительно их менять. Ты бы тоже был раздражен, Хён Джин. Мне бы тоже было все равно. Были бы спокойны, если бы пошли туда за конкретным блюдом. Ты не пошел, это доставка. Они привезли не то блюдо. Успокойся. Кажется, Чан Бин очень расстроен. Я просто представил эту ситуацию. Мы позаботимся, чтобы этого не повторилось. Давайте сейчас не будем говорить о еде. Давайте взглянем на остальной рейтинг. Вот и второе место. Участник на втором месте, кто сдержался бы при виде несправедливости, это Феликс. Поведай нам причину. Дело не в том, что он бы стал мириться с несправедливостью. Он не сможет высказаться убедительно. Он просто проиграет в споре. А, верно. Думаю, ты похож на человека, которого втянули в несправедливость. Теперь мне любопытно, есть ли что-нибудь, что Феликс не сможет вынести. Самое жуткое. Это очень... Чего ты не спустишь, когда ты играешь? Да, игры, когда ты говоришь, что он нехорош в играх. Каждый день это говорит. Если сказать, что он плохо играет, он говорит, чёрт. Точно. Обычно я один, когда играю. Когда всё идёт не по моему плану, когда я дома один. Когда у тебя не получается, я вздыхаю. Это первый уровень. А когда всё становится хуже? Это второй уровень. Что насчёт третьего? Третий уровень, когда я снова проигрываю. И тогда что? Я хватаю свой антистресс-мячик. Так мило, что это твой третий уровень. Он просто хватает его и орёт. Может показаться, что ты молишься. Иногда мне кажется, что я молюсь. Пожалуйста. Это третий уровень. А есть четвёртый? Недавно я дошёл до четвёртого. Думаю, это было позавчера. Ты уже бывал на четвёртых? Я прошёл весь путь до него. Зачем играть, раз это так напрягает? Я всё ещё держал в руках антистресс-мячик, который только что сжимал. Затем я достал свой запасной антистресс-мяч. Новый! Я сжал оба. Я оба их сжал. Я так крепко сжимал. Ну серьёзно, я могу слышать его каждую ночь. Мы не можем вмешиваться. Чем больше он срывается, тем больше мячей ему нужно. Он продолжает доставать новые. Новый стресс-мячики. Он такой милый. Такой невинный и чистый. Он становится всё громче. Чёрт! Аллилуйя! Как будто молится точно. Всё так. Теперь Феликс на втором месте. Кто же на первом? Кто кажется самым терпеливым и занимает первое место? Это может быть Банчан. Я? Потому что он лидер. А, потому что он лидер. Мы всегда подразнимаем его и подшучиваем над ним. Было много чего. А, точно, это возможно. Все могут наблюдать, как он терпит. Чонбин? Да? Ты угадал. Банчан первый. Это так? Да. Почему? Он будет спокойно оценивать ситуацию и решая, что делать. И ещё он всего на год старше Лино. Есть ли смысл звать его пенсионером? Несмотря на это, он редко кричит или злится. Есть ли смысл? Есть ли? Посмотрим и на другие места. Кан занял пятое место. В нечестных ситуациях один взгляд с противником заставит его отступить. Это идеальное описание. Стэй, так сказали. Так сказали Стэй. Очень подходит. В этом очарование Хана. Банчан должен быть рядом с ним. Когда он поймёт, что они в своей тарелке, то, вероятно, уйдёт быстрее, чем кто-либо другой. Эй! Эй! Кто это написал? Хан, это может быть мудро. Кто это был? Это мудро. Оставаться там. Значит, он быстро решает. Он убежит. Если не можешь решить ситуацию, спасайся бегством. Ты быстро оцениваешь ситуацию. Да. А что ещё ты можешь сделать? Лучше бежать. Да. Они слишком хорошо нас знают. Сэн Мин шестой. Вот причина. Когда Сэн Мин огненный кулак Чон Дам Дона двинется, мир рухнет. Поэтому он терпит. Что это значит? Подожди, не используй кулаки легкомысленно. Да. Не по любому поводу. Да, ты посмотри. Погоди, перестань. Это последняя тема. Мне она нравится. Если бы ты навсегда подружился лишь с одним человеком, кого бы ты выбрал первым? Боже, да. Говорят, иметь одного друга на всю жизнь. Да, лучший друг. Значит, что ты преуспел в жизни. Точно. Они, наверное, все хотят быть первыми. Тоже так думаю. Я задам один вопрос в надежде, что он поможет вам принять решение. Ради друга я готов зайти настолько далеко. Скажем по одному. О, сначала наш огненный кулак Чон Дам Дона Сэн Мин. У него кулаки сжались. Когда я ем курицу, мне нравятся ножки. Но я могу отдать их другу. Тебе нравятся ножки? Ну, как дешево. Значит, он отдал все. Да. Я бы отказался от ножек. Когда мой аппетит достигнет пика. Кто-то ел ножки, которые отдал Сэн Мин? Он заказывает только их. Это правда. Он заказывает только ножки. Ты можешь заказать сет из восьми ножек. Я никогда не видел там крылышек. Ладно. Кто дальше? Феликс? Называй любое. Я могу одолжить компьютер. Мне нравится держать его чистым, когда я ее пользуюсь. Ты его чистишь? Но, кажется, это Чан Бин. Я одолжил ему клавиатуру. Дал ему ее один раз. Заметил, что она испачкалась и тайно помыл. Но потом я все одолжил ее. И в конце концов я отдал ее. Это правда. Теперь она его. Ага. Так ты говоришь, что можешь поделиться своим драгоценным компьютером. Да. Кто-то еще? Ты как Хён Джин? Ну, принадлежности для рисования. Они мне очень дороги. Но они могут взять. Будет трудно одолжить их. Я хочу их взять. Просят, хотя не пользуются. Я хочу твой нож. Кисточки. А вы, Хан Ильино? Когда у них стресс, я дам им злиться на меня без последствий. Ты серьезно? Да. Ты серьезно? Правда? Не отступай. Дашь им ругаться в лицо 10 минут? Конечно, они могут на меня злиться. А ты, Лино? Я бы дал им свою карту на их день рождения. Какой лимит? У него дебетовая. На ней 50 тысяч вон. Ты просек. Это типа проездной? Может быть и проездной. Посмотрим, кого они выберут. Раз, два, три. На первом месте Феликс, Лино и Яен по 2 балла каждые. У нас здесь две пары. Послушаем причины. Мы долго жили в одной комнате. С ним комфортно находиться. Вместо, где мы снимаем макияж довольно узкое. Но мы все равно вместе. У вас больше не отличен границ. Вам комфортно друг с другом? Да. Моя причина похожа. Мы вполне совместимы в совместной жизни. Это. И еще он преданный. Преданный. Он был бы никем без преданности. Когда ты это чувствуешь? Мы согласились пойти куда-то очень давно. Но он запомнил и нашел время, чтобы пойти. Как трогательно. А Яен такой же. Он тоже внимательный, да. Хан и Лино. Мы всегда хорошо ладим. Да. Он сказал, что мы можем ругаться ему в лицо. Я проверю это позже, когда буду в плохом настроении. Ты хочешь использовать шанс? Я как будто получил кукон. А ты, Хан? У него есть 50 тысяч вон. А, правда? Их привлекли обещания. Именно так. Для взаимной выгоды. Мы увидели, что мемберы думают друг о друге. Интересно, что думают фанаты. Третье место. Оно крутое. Это Сун Мин? Хан. Причина. Мой личный маленький комик. Ведущий, селебрити и актер. Мультиталант, который со всем справится. Мы согласны, да. Он хорош. Спасибо. Посмотрим, кто на втором. Второй. Бан-чан. Да, разве не круто, Бан-чан? Мне нравится, спасибо. Он внимательно тебя слушает. И изо всех сил старается для твоего комфорта. Но на самом деле, вместо дружбы на всю жизнь, я бы вышла за него замуж. Вы посмотрите, боже! Я не могу одобрить брак. Нечестным для стей. Нечестным по отношению к стей. Найди получше. Мы не позволим. В смысле, кого-то лучше. Осталось первое место. Невероятно. Первое место. Цунмин? Цунмин! Ким Цунмин! Цунмин! Феликс, который сидит рядом. Конечно! Он бы делился вещами, которые хранит. И он говорит много мотивирующего, что может поднять настроение. Что-то хранишь в последнее время. Мы планировали есть в общежитии более регулярно, поэтому он запасся гарнирами. Он хранит гарниры? Да! Совсем не изменился. Мы проводим там мало времени, но он хранил все эти гарниры. Да, я объяснял это Цунмину. Корейская еда в дорамах выглядит вкусно. Конечно, вкусно. Так что я много ее накупил. Но как только я все купил, наше расписание заполнилось. И я подумал, что делать. Мы не сможем их съесть, они испортятся. На восьмом месте был Айен. Хорошо иметь друга, который расскажет правду. Но если это Айен, немедленно с ним подружитесь. Это хорошо. Им нравится, поэтому они хотят дружить. Ты прямолинейен? Особенно с Чамбином. Он часто так делает. Слишком часто, да? Что ты там сказал? Тебе не кажется, что я похудел? Я делал кардиотренировку. Как ты похудеешь после одной кардиотренировки? Вот такие вещи он говорит. Однажды он сказал что-то не менее хорошее. Я спросил, ты не думаешь, что я похудел? Может, ты просто раздулся? Вы можете проголосовать в рейтинге от фанатов через приложение Айдл Чэм. Пожалуйста, продолжайте проявлять свою любовь. Да. Следующий сегмент наполнен историями и рекомендациями группы. Это мини-концерт вашей любимой группы. Их истории и рекомендации. Еженедельный плейлист Плюс. Вы сможете насладиться хитами вашей группы, их бисайдами и кадрами. Вы насладитесь всеми видами выступлений в этом сегменте. От пения до рэпа. Стрэйкидс хороши во всем. И сегодня они подготовили уникальные выступления. С нетерпением этого жду. На сегодня мы подготовили три песни. Некоторые из них до этого никогда не показывали на ТВ. Первый раз покажете? Эксклюзив. Да. У нас нет времени на разговоры. Нет. Нужно быстрее смотреть. Верно. Теперь будет играть специальный плейлист для еженедельного Айдола. Здравствуйте, я Чан Бин, специальный ведущий еженедельного плейлиста Плюс. А я Сэн Мин, приятно познакомиться. Ведущие. Мы лучшие ведущие еженедельного плейлиста Плюс, потому что мы уже вели до этого еженедельный Айдол. Да, это работа для опытных. Верно. Сэн Мин, мы впервые проводим этот сегмент. Точно. Мы сделаем этот сегмент еще особеннее. Подготовив песни, которые Стэй еще не видели. Итак, оставайтесь с нами. Хорошо, хорошо, не отвлекайтесь. Первая песня была первым цифровым микстейпом. Это Гон Дэйс. А, Гон Дэйс. Эта песня показывает неприятную правду. Поэтому надеюсь, что она понравится нашим мемберам и Стэй. Давайте снимем стресс. Вперед, хорошо звучит. Эта песня для властных людей в вашей жизни. Выметайтесь, властные люди. Гон Дэйс, давайте. Начнем. Еженедельный Айдол. Вперед, еженедельный Айдол. Мы на еженедельном Айдоле. Начинай, 26-летний босс. Поехали, давай. Поехали, давай. Еженедельный Айдол. Еженедельный Айдол. Продолжение следует... 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 Дай нам знать, когда они напортачат, окей? Второй, второй куплет! Это новая песня, ну же! Второй куплет! Чанбин немного задачен. Что, Чанбин, ты что делаешь? Второй куплет. Что это было, Чанбин? Это был второй куплет. Чанбин, как ты мог? Ты был слишком недлителен. Ты получил слишком много предупреждений. Вы получили три предупреждения, так что это провал. Мы не знаем, какой это куплет. Первый или второй? Разве вы не говорили, что добьетесь успеха с первой попытки? Это был тренировочный раунд. Да, тренировочный. Наша первая попытка. Мы еще не начали. Нет, мы уже начали. Хан держит их в узде, в строю и все такое. Для нас это гораздо проще. Пришло время для второй попытки. Вторая попытка. Вторая попытка. Итак, вторая попытка с Трэй Кит. Музыку. Музыку. Эй, Хён Джин. Последняя, последняя, последняя. Проходи, проходи, быстрее. У тебя отлично получается, Лено. Это так весело. А что вы делаете? Мне страшно. Второй, второй куплет Миро. Вперед. Давайте концертную версию. Вперед. Давайте, давайте. Концертная версия. Что такое? Что происходит? Концертная версия. Веселимся. Веселее. Давайте, давайте. Трэй Кит, подождите. Это концертная версия? Да. Тогда почему кто-то танцевал Харягу, пока остальные прыгали? А ты там только прыгаешь? Нужно и танцевать. Почему не сходитесь во мнениях? Не сказать, что мы налажали. Это была концертная версия. Нет, вы точно налажали. Точно провалились. Это была оригинальная версия. Это точно провал. В каком месте это концертная версия? Хан. Да. Если сможешь танцевать под второй куплет Миро, я знаю, это моя партия. Дальше тоже. Припев, припев. Хан, не надо. Ты должен быть сильным. Будь сильным, и ты милый. Последняя попытка. Больше никаких концертных версий? Да, никаких. Бесконцертных? Да, их нельзя. Только оригинал. Хорошо. Окей. Последняя попытка Стрэй Китс. Музыку. Музыку. Первый, первый куплет. Ну что, в этот раз они справятся? А, Чан Бин так круто выглядит. Верно, верно, правильно. Вы справитесь. Последний, последний. Давайте. Вперед, у вас получится? Да. Двойная скорость, вы отлично справляетесь. Вы в ударе. Вот так. Это было потрясающе. Хён Джин, это было великолепно. Успех. Успех. Продолжайте. Второй куплет. Второй. Второй куплет. Справятся ли они на этот раз? Да, да. Надеюсь, вы справитесь, чтобы мы смогли поесть. Сын Мин, ты так крут. Это бэкдор, ребята, бэкдор. Эй, эй, сотворение Адама. Это второй припев. Они справятся? Думаю, да. Это будет наш первый успех на еженедельном Айдале. Вперед! Давайте попируем. Я так устал. Пожалуйста. Отлично. Конец. Рандомные танцы 2022 стрейк-итс. Справились или провалились? Успех. Они сделали это. Успех. Мы впервые справились. Наконец-то. Хан, как тебе наблюдать за ними? Они так хорошо справились, потому что на кону была еда. Они правда очень старались. Отличная работа. Какое облегчение. Конечно. Поскольку стрейк-итс справились с рандомными танцами, они получают вкусную еду, которую так жаждали. Спасибо за еду. Спасибо. Наслаждайтесь. Посмотрите на всю эту еду. Мы получили еще одни счастливые воспоминания со стрейк-итс на еженедельном айдоле. Как вам сегодняшний еженедельный айдол? Мы давно здесь не были. Ведение шоу Санбэ и успех в рандомных танцах сделали день значимым. Спасибо. Вы прошли рандомные танцы. Да. Лино, как тебе было сегодня? Привет, я Лино, самый раздражающий парень. Я знаю, что вы сейчас чувствуете. Я продолжу раздражать вас внезапно, заканчивая стрим. Ждите этого с нетерпением. Король очарования. Он всегда одинаковый, правда? Да, это великолепно. И наш Макне. Мы вернулись с песней про любовь. Надеюсь, Стэй полюбит песню. И мы будем вас любить, как вы любите нас. Спасибо. Спасибо. И Чамбин, ты правда потрясающий. Определенно. О, кофе. Раз мы любим стрейк-итс И Чамбина, дадим вам сет с корейской говядиной. Спасибо. Это тот сет за пресс? Да, это сет сначала. Сет с говядиной, которую вы хотели. Стрейк-итс и еженедельный айдол. Похоже на лучших друзей. Мы не разделим, мы семья, как сказали раньше. Мы всегда рады вас видеть, поэтому надеемся снова встретиться. Пришла пора прощаться. Надеемся, больше фанатов прокричат 143 для стрейк-итс. С вами были... Стрейк-итс! Пока! Пока-пока! Мы желаем вам всего лучшего, стрейк-итс! За перевод благодарим фан-сап-группу White & Black. Озвучила Айка. Спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok